Привет, еще это скреп механик! Мы находимся на крыше склада. Если ты не видел, как я сюда попал, то обязательно посмотри две предыдущие серии. Как мы бродили по этому складу, как мы выживали в нем, как мы уничтожали там различных ботов и все тому подобное. В общем, мы сейчас на крыше и нужно отсюда по-быстрому спуститься. Лифт это вообще не наш вариант, поэтому мы будем отсюда спускаться. Каким образом? Правильно. Сейчас будем прыгать вниз. Найдем точку пониже, чтобы косточек поменьше переломалось. В любом случае мы убьемся очень-очень сильно. Но благо тут бежать не так далеко. Что, погнали? Давай отсюда съедем. Уже темнеет, капец как. Хопа! У-у-у! Прям возле тачки! Шикарно! Было бы прикольно, если бы я с этой высоты сел в свою тачку. Все, встаем и бежим. Вот они мои сокровища. Мешочек с золотцем. Брокколи семена, ананасовые семена, бананчики, свеколочки. Короче, сегодня будем все это высаживать и собирать хлопок, чтобы сделать крутые вещички. Видишь, у нас тут золотые чертежи одежды, фиолетовые чертежи одежды. То есть типические какие-то, какие там крутые, нереальные. Так что все это будем сегодня делать. Садимся в тачку, включаем свет, поднимаем подвеску. Все, погнали отсюда. Скорее домой. О-о-о! Ко мне тут уже роботы прибежали у меня. Кипа не авторизированы земледелия. Я же не убрал свой урожай. Ну, здрасте, здрасте, мордасть. Пускаем тачку, выключаем свет. Пойдем разбираться. А ну, все, отошли от моего лифта. Он стеклянный и хрупкий. Не хватало мне еще того, чтобы у меня лифт тут сломали. Все, поднимаемся. Ну, блин. Неудачно поднялся. Ну, зато доехали. Вечно была у меня боязнь, знаешь, в лифте упасть. Очень стремно. Очень страшно. Значит, что мы делаем? Ну, во-первых, мы увеличиваем нашу грядочку. Обязательно. Ну, вот. Грядочку мы расширили. Значит, у меня остался еще мешочек земли. Там 4 единицы. Я его положу сюда, пожалуй. Пускай он тут лежит пока. А это что такое? О, кнопочка. Надо забрать ее. Так, значит. Вот это все собираем. И садим наши новенькие семена. Брокколи вот такие вот. Прикольно, как капуста растет. Ну, хотя брокколи это к капусте относится там каким-то боком или, может быть, я ошибаюсь. Ананасики у нас как луковица здоровенные. Пойдем возьмем еще свеклы. Еще свеклы. Где у нас свекля? Вот так вот свекли. И все. Теперь высаживаем также картофан, морковочку и свеклу. Ну, вот. Вся грядка засажена. Теперь все это дело нужно полить нашей святой водой, чтобы все это быстро росло. Остатки морковки у меня выкидываем сюда. Теперь берем нашу одежку, закидываем все это сюда. Хотя нет, вот это возьмем и закинем закройщику. Сколько надо? Десять хлопков. Ништяк, у меня тут как раз десять хлопков есть. Сейчас посмотрим, что нам тут сошьют. Сделать. Но пока шьется, пока шьется, нужно наши грядочки полить. Да, конечно, запарно все это поливать, особенно когда грядка у тебя огроменных размеров, а ты один. Поэтому мы с тобой сделаем здесь теплицу. Очень много комментариев, кстати, было по этой теме. Чтобы я сделал теплицу и сделал автополивалку. Мы это обязательно с тобой организуем. Черт, да поливался, вода закончилась. Надо сбегать вниз и включить подачу воды. Так. Но прежде чем мы это сделаем, мы пойдем посмотрим, что нам там за крошик шил. Хочу-хочу-хочу открыть. О-о-о, какой наряд, какой наряд, давай попробуем его одеть. Торс. Нифига себе. Вот это круто, вот это костюм. Теперь я настоящий механик. Осталось только штаны найти. Надеюсь, что в этих двух оставшихся ящичках будут штаны. Потому что мне нужны клевые штаны. Все, пойдем воду включать. Здесь рубильник, к сожалению, не работает, потому что слишком далеко до вон того насоса. Поэтому периодически приходится бегать туда и включать там вентиль для подачи воды. Подбегаем сюда и выключаем. Все, вода пошла, все качается. Бутылочки перемещаются. Пока я добежал, вода тут уже подкачалась, это хорошо. Доливаем грядочки. Фух, все, все полил. Да, автополивайку надо сделать по-любому, 100%. Через 7 часов к нам прибегут. Посмотрим, больше роботов прибежит или нет, чем обычно. Но, как мы выяснили, что они по волнам прибегают. Черт, долбаные эти умные двери. Иногда плохо работают. Берем древесину. И сейчас будем делать поливайку. Не спрашивай меня, как я это реализую. Я без понятия. Сейчас будем импровизировать, как говорится, методами проб и ошибок. Что я хочу сделать? Я хочу сделать каркас. Например, вот отсюда вот. Вот такой вот каркас. То есть, там я тоже с другой стороны сделаю подобные колышки. Потом это все протяну. Сделаю потолок. И к потолку прикреплю поршни. Поршни будут толкать, соответственно, наш насос. И он будет, как бы, ездить туда-сюда и поливать сверху. Ну, по логике вещей, вот такая вот автополивайка. К тому же, к тому же, мы нашли несколько поршней. Так что нам их даже делать не нужно. Они, вон, какие, третьего уровня. Три штуки у нас есть. Ну, а теперь, по логике вещей, нам нужно сделать с тобой Wi-Fi поливалку. А для этого нам нужно соединить контейнер с водой с каркасом. Для этого мы отсоединяем насос, убираем контейнер. Переключатель. Стой, 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 стой. Контейнер с водой, подожди, куда ты? Куда ты, куда ты? И переключатель, куда ты? Контейнер, иди сюда. Тут постой немножечко. Значит, нам нужно убрать одну трубу. Она нам будет мешаться. Можно даже две. Контейнер цепляем. Вот так вот. Ну, а теперь тянем к нему вот эту деревяшечку. Вот, все, подтянули, все сделали. Давай теперь попробуем протестировать наш насос. Допустим, он пусть у нас будет здесь, вот так вот стрелять. Подключаем его. Ага, спокойно подключаем. И проверяем. Нажимаем на кнопочку. Он стреляет. Здорово. Убираем насос. Ставим сюда поршни. Вот таким вот образом. Настраиваем его на вытягивание. И на скорость. Теперь крепим к нему насос. Надо, чтобы насос смотрел вниз. Вот таким вот образом. И проверяем соединение. Можно ли подключить. Да, все можно. Втыкаем переключатель. Он отвечает у нас за поршень. Ставим его тоже здесь. Он будет отвечать за насос. Значит, включаем поршень. Он поехал. Ага. Назад, давай. Включаем насос. Он поливает. Так, я не понял, почему он по одному разу стреляет. Короче, механизм рабочий. Но нужно сюда еще поставить штуку одну. Которая называется... Где она у нас? Таймер. В общем, сделал, значит, логический затвор, контроллер и таймер. И будем сейчас со всем этим играться. Пробовать. Короче, я тут понял, что таймер нам вообще нафиг не сдался. Вот. Все обойдется без него. У меня тут уже все растет. Ух, какая грядочка сочная. Ммм. Брокли уже почти подросли. И ананасики уже скоро будут. Ну вот. Каркас у нас готов. Это отличные новости. Теперь мы крепим поршень. На него еще один поршень. Таким вот макаром. И, собственно, водяную пукалку. Давай-ка мы здесь где-нибудь лупанем свет, а то вообще ничего не видно. Итак, значит, запускаем. Вот наша поливалочка. Нет, не так. Вначале она едет вот таким вот образом. Вот таким вот образом. Ага. Доходит до середины. Вот. С другой стороны тоже будет поливалка. Она также будет доходить до середины. Да что ж такое-то? Какой низкий. Картофан весь в рот лезет до середины. И потом они вдвоем должны ехать туда. Стоп, стоп, стоп. Не сюда. А вперед. Вот таким вот образом они едут вперед. По ходу насосов-то будет четыре. Да, скорее всего насосов будет четыре. Короче, пришел к выводу, что не буду я сейчас заморачиваться с этой автополивалкой, потому что велосипед уже давным-давно придумали. Игруха-то старинная. Полез на просторы интернета, глядя хоть что другие люди там мастерят. И пришел к выводу, пересмотрев огромное количество видосиков, что все приходят к одной конструкции. Вот. Эту конструкцию ты можешь наблюдать у меня. С двумя логическими, как они там называются, затворами. И, собственно, редактором вращения. Вот. Ну, естественно, нужен будет насос, два поршня и лазерные в анти-сенсорные. Их две штуки тоже надо будет. Сейчас мы все это дело будем настраивать. Ты посмотришь, как это все выглядит. А, да, еще и этот переключатель нам понадобится один. Вся проблема в том, что делают все небольшую грядку с автополивайкой, потому что не хотят заморачиваться с большим количеством насосов и поршней. Но у нас, ты видишь, грядка огроменная, значит, мы будем заморачиваться. Просто сделаем несколько таких насосов. Ну, например, четыре. Вот. Сейчас мы протестируем один хотя бы, чтобы он сработал. Поэтому я уже все подключил, чтобы потом не напутать. Здесь у нас, смотри, два логических затвора. Один иксор, другой энд. Энд это, соответственно, закончить. Иксор это, значит, афига вы знаете, что такое иксор. Не знаю, не хочу разбираться. Просто, как говорится, списал у соседа. Ну, смотри. Значит, переключатель. Мы подключаем к верхнему контроллеру, к иксору, вот сюда. Иксор контроллер мы подключаем к энду, вот сюда, к нижнему. Потом вот этот вот редактор мы подключаем к иксору. Выглядит это все вот таким вот образом. Дальше. Редактор мы подключаем к двум поршням, к первому, второму поршню. Лазерный сенсор у нас подключается к энду, к энду. И также к нему же подключается и насос, тоже к энду. Ну, и, конечно же, вот этот вот сенсор тоже к иксору подключаем. Вот сюда. Теперь, ради интереса, давай включим все это дело. Посмотрим, как это работает. А не шиша не работает, потому что у нас контроллер стоит на нуле. Теперь смотри, будем сейчас дергать вот эти вот ползунки. И эти ползунки будут отвечать за наш поршень. Вот смотри, он там поехал. Поехал, остановился. То есть смотри, пускай он у нас поедет в длину примерно 15 блоков. Потом он вот здесь вот останавливается. Дальше едет до 15, здесь останавливается. Едет до 15. Я не знаю, как это я настроил. Это чисто сейчас вот я уже сам тестирую и смотрю. Давай, погнали. Вот он едет, 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 едет. Ага. Потом назад. Все, хорошо. Туда-сюда он катается. Но нам нужно сделать подлиннейшие паузы. Чтобы паузы были подлиннейшие, значит нужно это сделать вот таким вот образом. Ну вот, смотрим. Он едет. Встал. Причем долго стоит. Думает. И обратно поехал. Нет. Лучше тогда первый вариант вернуть. Ну ты понял, да? Это у нас первый поршень, который катается у нас туда-сюда. А это нижний. Соответственно, если тут у нас есть какое-то значение, то тут ноль. Если здесь ноль, то здесь должно быть какое-то значение. И вот так вот крутим-вертим. Ну вот. Давай посмотрим, что у нас получилось. Включаем механизм. Так. Не, фуфло. Фуфло получилось. Потому что... Потому что... Сейчас мы это все отключим. Второй поршень просто элементарно не успевает пройтись по второй полосе. Соответственно, делаем вот так вот. Вот он едет. Он сейчас остановится и должен поехать вверх. Едет вверх. Отлично. Ах ты ж, блин. Он сейчас до лазера доехал. Да. Он доехал до возвратного лазера, который отключает подачу воды и возвращает насос обратно. Что мы сейчас и наблюдаем. И вот, чтобы наши поршни пережали из ряда в ряд. И насос поливал каждую грядку. Контроллер нам один не подойдет. Точнее, редактор. Нам нужно все это дело настроить на сенсоры. Для этого мы на потолке сейчас сделаем небольшие выступы, по которым будет ориентироваться сенсор. Так что приступаем к этому удивительно долгому и кропотливому мероприятию. Ну вот. Вот такие вот речки я сделал. Сейчас на них нужно будет сделать небольшие выступы. Вот такого вот образа. И эти выступы нужно грамотно распределить между грядками. Допустим, вот первый ряд идет. Да. Но если он будет поливать между этими грядками, то он сразу две грядки будет поливать. Что мне выгодно. Короче, выступ сделал. Смотри, у меня насос тут упирается. Надо было повыше, наверное, сделать. Но сейчас мы это проверим. Сделаем пару выступов. Допустим, вот здесь. И хватит. Проверим, будет ли проезжать наше чудо-техника. Ну-ка. Да, вообще спокойненько проезжает. Значит, выше ничего не надо делать. Ну и шикарно. Короче, прикинь, слышу, что что-то стреляет. Понять не могу, что стреляет. Гляжу такой. А здесь у меня трубопровод сломали. Смотри. Все разломали. Весь трубопровод в щепке просто капец. Капец. Пришли вот эти вот, как они там, стрелякалки. Вот. Видишь, у стенки вот тут стреляли своей пукалкой. Козлята. Ах, козлята. Ну что, придется. Придется, придется все переделывать. Да. Грустный как-то. Ну что ж, в принципе, это было ожидаемо. В комментариях писали, что если придут к тебе вот эти стреляющие боты, они все тебе разнесут. В принципе, так оно и случилось. Будем что-то думать против них. А пойдем посмотрим, что там с другой стороны вообще происходит. Я уже и кушать хочу, капец. Мне тут, походу, тачку разнесли. Слушай, а тут стреляющих вроде нету. Давай спустимся. Закрываем дверь вниз. О-о-о, да. Тачку мне тоже раскурочили. Она пытается уехать. Снесли седуху. Выключаем двигатель. Снесли седуху. Разломали мне все амортизаторы. Ну, ладно. Один амортизатор. Колеса все подлетали. Да уж. Все грустно и печально. Накажем хотя бы одного бота. О-о-о, смотри, вон прыгает. Козленочек горный. Вот скотины, а. Заберу, пожалуй, я колеса. Ну, что, в следующей серии, походу, придется делать космолет. Будем летать. Берем, короче, все, что можно унести из тачки. Грузим в лифт. Вот так вот. Самое печальное, это то, что тут еще фонарь был крутой. Очень крутой фонарь. Фонарь, он мне нравился на этой тачке. Его тоже разнесли. Ну, вот и все. Шикарная легенда ушла в прошлое. Что, закрываем двери и поехали наверх. Что, что у меня такой грузоподъемный лифт? Загрузил в него все, да и все, и поехал. Ох, блин. Открываемся. Пускай пока все тут постоит. Пойду посмотрю на свой разломанный водопровод, который мне так хвастался. Да уж, все валяется. Недолго он мне прислужил. Продолжаем, значит, нашу делать поливалочку. Давай вначале сделаем отступы по два кубика. Если кто не понял, еще раз. Эти кубики нужны для лазера. Как только он на них наезжает, он их считывает и запускает подачу воды. То есть, получается, сколько кубиков у тебя будет на потолке, столько раз и выстрелит наш насос. Давай проверим. Он должен поливать. Не, нифига не поливает. Сенсоры давай на два сделаем. Во! Теперь я слышу, что сенсор работает. Но почему-то... А, он не поливает, потому что у нас контейнер с водой-то не подключен. Это панул. Вот. Теперь все должно работать. Давай, поехали. Погнали. Во! Отлично. Едет, поливает. Угу. Ну вот. То есть, через два кубика вот такие выступы, мне кажется, удачное решение. Поскольку поршень у нас едет вот таким вот образом, то есть, это его начало. Сенсор нам нужно отсюда убрать, потому что это конечный сенсор. И поставить его здесь. Вот здесь. А здесь у нас будет выступ. Соответственно, сенсор нужно переподключить к X-40, если я не ошибаюсь. Вот таким вот макаром. Ну все, вроде бы все у нас готово. Давай проверим. Едет, поливает. Красавчик. Ага, а тут не поливает. Не поливает, знаешь почему? Потому что сенсор у нас не двигается вместе с насосом. Он у нас на первом поршне передвигается. Ой, 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 заглючилось. Значит, разбираем всю эту конструкцию. И сенсор нужно будет поставить в другое место. Я могу сенсор на насос? Нет, на насос не могу. Значит, делаем вот так. Так, сверху у нас будет сенсор. Вот таким вот образом. Я тут нарастил немножечко деревяшечку, потому что иначе сенсор попадал бы в пустоту. Теперь подключаем насос. Запускаем. Все, фигня, ничего не работает. А, наверное, не работает, потому что сенсор не настроил. Сенсоры. Чертовый сенсор. Давай вот так вот сделаем. И тут. Вот так вот. Ну-ка проверяем. Во. Пошла вода. Все поливает. Четенько. И снова там заглючилось. Ладно, будем сейчас решать эту проблему. О, смотри-ка, дальше поехал. Отвис. Разглючился. Не-не-не, стоп, стоп, стоп. Давай назад. Да куда ты поехал? На базу вернись. Чунгач Кук. Да капец. Чо у тебя там магнит, что ли? Зачем ты туда опять поехал, ключицы? О, наорал и сразу обратно поехал. Давай, чтоб на базу вернулся. Короче, сенсор переместил вот сюда немножечко вбок. Он стоял раньше вот здесь вот. Вот тут вот я его переместил вбок. Чтобы сенсор с сенсором не пересекался. Так, теперь мне нужно настроить вот эту штуку. Тут не все гладко, как я бы хотел. То есть вот это он выдвигается в полную свою длину. Теперь мне нужно настроить, смотри. Допустим, пусть он здесь на 2. На 3 давай, пусть 3 будет. Здесь у нас пусть будет 6. Здесь у нас будет 9. И здесь пусть будет 12. Ну-ка проверяем. Единственное, я бы сейчас воду отключил, чтобы она у нас не тратилась. Или просто взять и вытащить воду. Вот так вот. Запускаем. Короче, я увидел, что хотел. Нужно все перенастроить. То есть получается вот верхний поршень у нас выехал полностью. Он здесь стоит. Пока он стоит, он выдвигается на вторую позицию. Потому что у нас на 2 блока разница между грядками. Дальше он во второй позиции стоит, второй поршень. И первый поршень начинает отъезжать обратно. В 0, в нулевую позицию. Когда он в 0 доедет, он должен там постоять. То есть получается он должен постоять. И пока он там стоит, второй поршень у нас должен переключиться на 4. Дальше, соответственно, мы едем опять на 15. 15, 15 доехали, переключаемся на 8 позицию. Потом снова 0, доехали, переключились с 8 на 10. И здесь у нас снова 15. И с 10 мы уже едем на 12. Ну, как-то по логике вещей вот вроде как так. Давай проверим. Врубаем. Вот он едет. Полевая типа. Переключается. Ух, поршень этот медленный, надо поднастроить. Смотри, не доехал. Третья позиция нужна. Давай обратненько, браток. Третья позиция, значит, тут все-таки нужна. Давай троечку. А если тут троечка, то тут шестерочка. А если тут шестерочка, то тут девяточка. Тут 12. И все. Скорости немножечко поднабавим. Я уже слышу, как к нам бегут снова роботы. Вон они стреляют, пуляют. Сейчас их надо будет подбить. Кстати, значит, что красные роботы к нам скоро прибегут. Воу-воу-воу-воу. Тихо-тихо-тихо. Главное не упасть. Не, нафиг я туда не полезу. Есть краб. Ну вот, спасибочки. Короче, если красные роботы прибегут, то это значит, что у меня будет новая ключ карты. Мы сможем снова сходить на какой-нибудь новенький склад. Это будет кошерно. Ладно. Проверяем, значит, наш механизм. Вот он едет. Очень быстро едет, блин. Переключается на третью. Ага, отлично. Поехал обратно. Вот. Доехал. Дальше. Угу. Наша гибкая настройка, кажется, работает. И это очень круто. Все шикарно. Ух, надо будет еще поднастроить наш возвращатель. Вращатель, как он там. Красные боты. Вы пришли? Нет. Интересно же. Нет, тут вроде ничего никого нету. Не видно. Значит, только с той стороны. Эй, вы, вы, лазеры. Пустите меня, пожалуйста. Красные боты. Ну, где же вы? Давай мы сейчас спустимся вот тут. И поглядим на гор с другой стороны. Вот я вижу светящегося. Вон он, кто стреляет в меня. Но красных ботов еще нет. Значит, волна еще маленькая. Короче, что у меня получилось? Вот такая вот настройка контроллера. Я убрал паузы. То есть, насос у нас будет ехать по диагонали. Сейчас я еще настрою тут лазер. Чтобы он у меня был как тумблер. Вот. Выключение. Или включение. Да, включение тумблер. Устрою вот так вот. Это я настроил лазер. На какую дистанцию он будет бить? На три блока примерно он будет бить. И давай проверим. Поставим скорость максимум. Чтобы быстренько все пролетело. Вот. Видишь, он по диагонали едет. Возвращается по этой линии. Потом опять по диагонали. Возвращается по этой линии. По идее, он должен доехать вон до того лазера. Выключиться и вернуться обратно. Вот он доехал. Все сработало. Он поехал обратно. По такой же траектории. Но уже не поливая. Давай сейчас мы заправим наш контейнер с водой. Соберем грядочку. Вот эту вот грядку. И все это попробуем полить водой. Посмотрим, как у нас все осушается. Вот и контейнеры пригодились. Все, скидываем барахло. Перекусим морковочкой. Собираем огородик. Тут уже и ананасики, и брокколи у нас. Вот такие вот ананасы здоровые. Смотри. Ух. Кстати, они еще не доросли. А, высохла тут земля. Поэтому и не доросли. Ну, ладно. Так, значит, вот эту территорию мы должны полностью полить. Сейчас мы это и проверим. Запускаем. Поливается. Ну, в принципе, все, он выключился, возвращается обратно. Ну, в принципе, все полито, смотри. Все полито. Причем на такой скорости, очень быстрой. За исключением вот этого ряда. Этот ряд у нас не поливается. Я думаю, что этот ряд я, скорее всего, и уберу, чтобы не переделать полностью всю конструкцию. Так, куда это он... А, это он возвращается до сих пор. Так что вот этот вот ряд грядочек можно, в принципе, убрать. Ну, вот и все. Быстрая поливалочка у нас готова. Все ряды у нас заливаются. И это очень классно. Остается только сделать еще такую конструкцию три раза. Сюда, туда и вот сюда. И будет мне счастье. Огромный огород, который будет поливаться. Ну, и, конечно же, нужно решить вопрос с водопроводом. Скорее всего, в этот раз я буду делать его не из стекла, а по вайфаю. Деревянному вайфаю. Ну, а на сегодня это все. Спасибо, что посмотрел. Не забудь поставить лайк, если тебе нравится скрипт механика и то, что я здесь делаю. И подписаться, если ты еще не подписан. Это очень важно, чтобы не пропустить следующие видосики. Ну, а я с тобой прощаюсь. Пока. Увидимся в следующем видео. Спасибо. Спасибо. Спасибо.